Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые фермеры, уважаемые слушатели. Меня зовут Дмитрий Кравцов, я представляю украинский проект «Бизнес-развитие плода овощеводства». Наша цель — это развитие овощеводства, ягодництва, грибоводства, ореховодства на юге Украины. И наша основная цель звучит как увеличение прибыльности малого и среднего бизнеса, в том числе и путем внедрения экологических технологий, то есть технологий, дружных к окружающей среде. Сегодня на нашем вебинаре у нас интересный гость, его зовут Владимир Мошкин, он представляет компанию «Биозащита» и речь пойдет про биологическую защиту в теплицах. Все вы слышали наверняка уже про энтомофагов, если не слышали, не пугайтесь, к концу этого видео вы будете знать полностью все. Про энтомофагов, про защиту в теплицах и контроль популяции такого вредителя, как тута-абсолюта, который поражает, в частности, поселенную культуру очень сильно. Вы узнаете, что такое различные виды ловушек против данных вредителей, и вы поймете, как можно контролировать их популяцию, прибегая к биологическим методам или комбинированным методам защиты. Итак, я передаю слово Владимиру Мошкину. Пожалуйста, Владимир. Да, всем привет, спасибо, Дмитрий, огромное за презентацию. Про энтомофагов узнать все в конце презентации, это, конечно, серьезно. Даже я про них не знаю все. Я больше, никто про них все не знает, даже до конца не определено, сколько их видов. Потому что все насекомые, которые вокруг нас летают, на 80% это полезные насекомые, на самом деле. Там вредителей и каких-то фитофагов, на самом деле, там очень мало. Это кажется, что их много, просто они наносят ущерб большой, а так мало. Так, смотрите, я планировал вначале сделать опрос, но так как еще мало участников, я с опросом чуть-чуть подожду, мы его сделаем позже, потому что будет выборка маленькая. Или можно сделать опрос сейчас, пока люди собираются подумать. Презентацию, демонстрация экрана. Включаем демонстрацию. Так. Видно сейчас? Видно? Все хорошо видно? Да, сейчас выставляю чат, чтобы отвечать на вопросы. Обязательно пишите вопросы, какие есть. Можете прямо с самого начала начинать. Может, я сейчас начну вам рассказывать, вы все это знаете. И вы скажете, давай нам суть. Давай обсудим какие-то там яды, что там твои, жучки. Добрый вечер, Ольга. И спасибо, так, Евгений, Любовь. Написали плюсики, все видно, все слышно хорошо. Я пока тут осваиваюсь, потому что я привык выступать на сцене перед аудиторией. Честно скажу, себя чуть не уютно чувствую. Такой, разговариваю с ноутбуком в офисе. Офисе. Так. Расскажу немного о нашей компании. Я хочу просто, чтобы больше людей подключилось. Буквально минутки 3-4. Компания Биозащита находится в Днепропетровске. Мы производим насекомых и продаем их по Украине и за рубеж. Производим насекомых, которые решают полностью проблемы с тутой абсолютой, с трипсом, с паутинным клещом. Есть положительные отзывы. Можете посмотреть. Мы снимали фильм в теплицах Эдем. Это, Андрей, не помнишь, как называется город? Эдемерф Синьков. Синьков. Тернопольская область. Там мы успешно защитили 10 гектар перца без химии. Там буквально одна обработка была. Хотя до этого люди чуть ли не каждую неделю обрабатывали. И не могли справиться с проблемой. Также есть большое количество успешных опытов. В прошлом году провели международную конференцию. Спели там песню. Агрономы плакали, потому что им пели в конце дети. О том, что хватит травить, нужно использовать биологию. Это все есть в Ютубе. Можете посмотреть. Чтобы подтвердиться, что это как бы не компания-однодневка. И что под моими словами стоит какой-то реальный опыт. 10 лет уже занимаюсь этой работой. Ранее была одна компания. Сейчас у нас компания Биозащита. Продолжаем ездить по клиентам каждый сезон. Каждый год у нас несколько оборотов. Проходим с появлением светокультуры из современных комбинатов. У нас уже доходит и до 4 оборотов в год. Поэтому опыта много накоплено. Работаем и помогаем и маленьким теплицам пленочным. Но это в основном люди, которые сами нас находят, звонят, чуть ли не требуют, чтобы мы с ними начали сотрудничать. Понятно, что фирма имеет, как у всех, человеческий фактор лимитирующий. И мы не распыляемся, работаем с крупными. Сейчас благодаря карантину, благодаря появилось свободное время, мало командировок. И спасибо Дмитрию и Зиновье. Потому что на ее вебинаре как раз возникла идея организовать вот этот код у тебя в Солюте. с ее подачи. Так. Сколько у нас сейчас уже человек? Так, мне говорили... Давайте сделаем опрос. Попробуем, по крайней мере. Так. Вопрос. Запустить. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, сталкивались ли вы с Тутой Абсолютой? Ну, или кто вообще не сталкивался? Так, у нас в группе... Пока 62% проголосовало. 75% проголосовало. Ну, вообще была у вас, вот знаете вы про Туту Абсолюту, давайте так-то, или не знаете, вредила она вам? Ну, в конкретном случае пострадали ли вы от нее? Или боитесь пострадать? Если вы как менеджер боролись, тут Абсолют это тоже считается, когда? Так, ну, у нас, в принципе, 80% завершено, 80% опрос. Давайте я его завершу. 62% сталкивались, 38% нет. Так. Мы его повторим. Следующий вопрос. Как вы считаете, какая стратегия защиты более эффективна против Тутой Абсолюты? 100% химия, ну, грубо говоря, используем просто химию и больше ничего. Биологию используем 50 на 50, и биологию на 80%, и химия на 20%. Тоже поставьте. Смотрите, мы будем этот опрос потом проходить еще в конце, и мне интересно посмотреть статистику будет. Спасибо. Пока. Так, еще думают. Ну, а по минуте мы ждем, потому что время идет. Так. Завершить. Результат повторно. Так. Основной. Что-то я извиняюсь за свои. Так, вопрос. Продолжить. Третий вопрос. Максим, а эти данные будут потом где-то? Результат продолжить. Я нажал, я нажал, я думаю, я хочу поделиться, но теперь мне завершить опрос. Так, третий вопрос. Что-то на посторожнее. Можно закупать, потом зло можно будет запустить. И никуда не пропадет. Так, третий вопрос. Какой убыток по вашим ощущениям нанесла в прошлом году тута вашему урожаю? Ноль процентов это вообще не нанесло никакого ущерба. Там три процента, пять, десять, двадцать процентов. Десять процентов. У нас пятьдесят, семьдесят, тридцать процентов это были десятый, одиннадцатый год, когда он только появился на ряде комбинатов, мы страдали. Но тут достаточно интересные данные. Есть несколько человек, у которых еще не нанесла. И все остальное распределилось. Есть люди, у которых и по семьдесят процентов, и по пятьдесят, и по тридцать. Вот все. Большинство – тридцать процентов. Следующий вопрос. Что для вас важнее? Эффективность препаратов или низкая цена? Это хорошо. Для всех эффективность. Понятно. Пятый вопрос. Как вы оцениваете свою осведомленность в методах борьбы с тутой абсолютой? От одного до десяти? Ну, поставьте там, да. Один – это плохо, а десять – это хорошо. Осведомлены. Интересно будет после вебинара, изменится ли вот эта статистика, появится ли у вас больше. Но я понимаю, что вы получите только теорию, и точно ставить потом новые такие подобные оценку, вы сможете только проверив ее на практике. Да, это метод работает. Теперь я знаю. Так, завершить. Следующий. Шестой. Так, это уже все. Что не надо. Так, вроде все собрались. Слайд тут я пропускаю вниз. Мы будем говорить про томатную моль и картофельную моль. Это важно понимать, потому что в теплицах у вас находится и картофельная, и томатная может вредить растениям. Они визуально, бабочки, похожи. По гусеницам достаточно легко определить. Здесь на фотографии видно. Так, инструменты рисовать. Рисовать. Вот здесь есть четко выраженная полосочка. Здесь ее видно. То у картофельной гусеницы ее нету. Вот здесь, видите, ничего нет у нее. Так, очистить. Так. Также можно по определить по взрослым особям, но это значительно сложнее. Нужно специальное оборудование, линзы, увеличительные стекла для того, чтобы это... Но, в принципе, первое отличие – это 6 мм. Тут абсолютно картофельная моль 8 мм. И более четко обозначены у туты абсолюты антенны. Они такие сегментированные. У картофельной моли они серые выглядят. Ну, визуально, конечно, для вас она одинаково будет выглядеть. Важно это понимать с использованием феромона. Если вы берете феромон, который должен приманивать самцов в туты, то он будет приманивать самцов, но картофельной моли он может не приманивать. Поэтому в чатах можно задавать вопрос. Вот, у меня летает куча туты, а феромон не работает. Скорее всего, это может быть картофельная. Так. Вкратце сейчас расскажем... О, закрыл. Что влияет на популяцию вредителя? Что такое популяция? Что-то вид, но мы уже рассказали, что есть два. Я на ней не буду останавливаться, потому что на каждом вебинаре про эту туту рассказывают, как она. Если надо, конечно, отдельно это будет телефон, расскажу. Вышли в интернете полно информации. Про сайт наш, про важность сеток. И у нас есть гости, которые расскажут и покажут, подключат оборудование. Ну, интегрированная защита – это основная часть доклада. И изюминка доклада – тутовир, вирусный препарат, который помогает сейчас в Германии и в Швейцарии бороться с тутой. Важное, самое главное, мы должны мыслить и понимать, что мы находимся на самом крупном космическом корабле, планете, биосферах, в котором наша экосистема, она как механизм очистки воды, все, она взаимосвязана и работает. И проблемы с вредителями у людей начались тогда, когда мы начали делать агроцинозы, создавать монокультуры, и фитофаги стали какими-то вредителями, потому что они благоприятные. И есть ноосфера – это все мысли, все, что формирует нашу реальность. Поэтому вот сейчас мы с вами тренируем ту же самую ноосферу. Сейчас я вам буду давать знания про биометод, и, возможно, у вас возникнет желание и даже вера в том, чтобы его внедрять. Потому что если у вас ни желание, ни вера не появится, все, что я рассказывал, будет зря. Ну, как бы, вы просто про это забудете. Так устроим мозг. Влияем мы на ту Абсолюту как на вредителя вообще, откуда она все появилась. Когда используем постоянную химию, и появилась она в той же Каминке или в каком-то другом регионе, где она наносит серьезный ущерб, только благодаря людям. Их, ну, она не прилетела сама, ее не дуло ветром. Это какая-то машина с турецкими помидорами, которая приехала или на склад, или куда-то, и она его привезла. Таких вредителей, как тут Абсолюта, переносят люди. И создают ее резистентность тоже люди. Это мы, когда постоянно травили, 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 использовали яды, не выдерживая правильно методику, сроки, нарушая. Мы создали вот этого монстра резистентного, которого ничто не убивает. Потому что проблема не в том, что она там сильно наносит ущерб. Проблема в том, что мы ее ничем не можем убить из препаратов. Ну, кто хочет постоянно делать только химию, то у него такая проблема, она не умирает. Он один препарат, второй, там, чуть ли не каждые три дня начинает травить. Толку мало. В этом проблема. Поэтому нужно понять, что именно антропогенный фактор является первопричинным. И этот же антропогенный фактор может эту причину и решить. Почему вообще появились вредители? В природе, в экосистеме, любая численность популяции и есть хищники. Вот тут надо рисовать. Это будет непонятно. Так. Когда у нас вредителя мало, вот, на вот этой численности, его контролируют неспециализированные хищники. И когда это было время, ну, у нас, грубо говоря, разнообразной степи, большое количество, ну, экосистема природная, степь, лес, что угодно, луг, то у нас на метре квадратном, там, 300-400, то и больше видов разных растений и видов сотни, миллионы, там, этих, и фитофагов, и различных хищников. И они, за счет того, что их много, друг друга подъедают и контролируют. В теплицах такого нет, потому что у нас один или, там, 10 видов растений. Это один культурный, который мы выращиваем, и, там, 10 сорняков, которые, и все. И, в принципе, эти же наши вредители на этих сорняках, там, и пережидают обработки. И потом с успехом вылазят опять на культурное растение, которое для урожая выращивается, и продолжает вредить. Для того, чтобы в природе тоже бывают вспышки вредителей, мы знаем, когда, там, саранча или гусеница съедает лес, то на эти случаи природа тоже заложила методы контроля. Поэтому есть специализированные хищники, которые едят только один вид. Если кто-то знает паутиного клеща, то против него активно использовался, ну, используется фитоселлиус. Он, кроме клеща, никого не ест. Он узкоспециализированный хищник. Против анкарзии используется, вот, против белокрылки используется анкарзия и ратмоцерс. Это тоже узкоспециализированные паразитоиды. Они на других, там, трипса они поражать не могут. И вот они уже работают вот в этой зоне. О, вот, специализированные хищники работают тут. Они, особенность какая, они могут размножаться и плодиться быстрее, чем вредитель. И за счет этого понижать его. Но тоже есть какие-то лимитирующие факторы. И есть суперхищники, такие, как там, макролофус или еще какие-то, которые едят всех подряд вредителей, полифаги, и, как правило, у них есть глаза, они хорошо летают, передвигаются. Это златоглазки. Но при этом для их потомства нужно очень много еды. И это не в наших интересах, чтобы в нашей теплице было много вредителей. Они, ну, в таком случае будут наноситься финансовый ущерб. Поэтому с ними там отдельная тема. И дальше идут, когда численность очень высокая, популяция вредителей, идут вспышки вирусов, болезней, грибковые, бактериальные какие-то, которые контролируют, и численность резко умирает. Если это не помогает, то понятно, что растения погибают от большой численности вредителей, нету чем питаться, нехватка пищи, и они умирают банально с голоду. Поэтому проблема в чем? Наши ученые добросовестные увидели самое классное, как убивают микробиология, бактерии, гибы, и начали выделять оттуда действующее вещество, то оружие, чем убивает патоген. И придумали пестициды, потому что основное количество ядов, мы повторили действующее вещество какого-то живого организма, который убивал массово. И проблема в том, что если в природе такое явление происходит, там, раз в 5 лет, раз в 10 лет, а иногда даже раз в 100 лет, то с появлением синтезированных пестицидов мы начали, это в 60-е годы было, на государственном уровне писать программы, схемы обработок. И обработки делались, неважно, есть вредитель, нет, протокольно. Нужно было строго по неделям делать обработки. И это создало проблему, потому что мы убили все биоразнообразие и создали селекцию вредителей. Потому что когда убиваются, когда мы делаем обработку, у нас эффективность любой обработки, там, в старой вебинаре, она была даже пусть 90%. И 10% выживших вредителей, они лежали на растениях, на своей еде, им было плохо, но они могли питаться, и они питались соком, пусть этих травленных растений, но каким-то образом отходили. Где-то рядом, на соседнем растении, так же само лежали его хищники, которые тоже выжили частично, но они уже умирали с голоду, потому что больному хищнику доползти куда-то до этого своей еды, одного вредителя, нереально, потому что ему тоже как бы плохо от пестицидов. И вредители смогли выжить, потому что полно еды. А природные, их патогены, хищники, паразитоиды, они все после химии просто умирали от химии, плюс умирали от голода потом. Таким образом, вредители адаптировались к химии, у них они там спайривались, размножались, и мы получили супервредители, а с хищниками такого не получилось. Поэтому с химией сейчас, химия адаптируется, потому что у них проблемы пошли. Они разрабатывают 10 лет яд, или даже 20 лет, а люди покупают его 2-3 года, потому что он эффективность теряет. И они начали сейчас все последние препараты, такие как ТП, Киплиенум, там, по белокрылке трипсу. Они совместимы. Аберон совместимы, флоромайт по клещу, Нисарана, Пола, они совместимы. Эти препараты придумываются для того, чтобы ими долго могли работать. Потому что перспектива за биологией, за хищниками. И вот проблема вот тут нарисовалась, потому что очень активно использовали. Ну, в природе вот здесь химия работает. А когда начали делать химические обработки, то вот это все было химией. И вот это все поломали. Учистить все рисунки. Идем дальше. Так, а в чате напишите, вот это интересно то, что я рассказывал, нет? Ну, это я пытаюсь донести, почему вредители, чем они опасны. Главная проблема. В природе есть фитофаги, вредители создали люди. И нам только с этим бороться. И они неплохие. Они просто пытаются вернуть разнообразие. И борьба идет не с видом, а с популяцией. Вот это важный момент, который хотелось бы рассказать. У популяции, потому что я когда читал, сейчас взял книжку 11 класса, начал читать. И там оказывается достаточно все просто. Я рекомендую. Есть с популяцией. Как такой вид? Оказывается, это нет. Это придумали ученые для того, чтобы хоть как-то структурировать окружающий мир. Но вид — это просто структурная часть популяции. Основное — это популяция, то, что и является. Потому что в них происходит эволюция, и появляются новые виды. Эволюциирует не один вид, а целая популяция сразу. Потому что одна тут, она не может сэволюционировать. Ей все равно нужен как бы папа и мама для того, чтобы была. Поэтому это уже хоть двойная из двух особей на популяции. Поэтому у популяции есть показатели. У нее есть плотность популяции и прирост популяции. И вот тут очень важный момент, который дальше вот как раз я подведу это к сеткам. Когда мы считаем площадь, мы воспринимаем, что вот моя теплица, вот эта там одна сотка, один гектар — это площадь, и я на ней борюсь с популяцией. Но когда у нас открытые форточки, открытые двери, то вы боретесь не с вот этой популяцией, которая у вас там на тысячи метров квадратных, а вы боретесь с многомиллионной популяцией, которая находится вокруг там 100 метров в диаметре, а может даже и километр в зависимости от того, где вы находитесь, и насколько у вас там воздушные потоки, кого вас задувают. И ваша обработка, ну даже если вы возьмете обычную тетрадку, нарисуете там квадратик, да, и обведете соседние квадратики, то у вас так один квадратика, когда вы обводите вокруг него соседние, у вас получается 10 квадратиков, ну 9, 3 на 3, 9. Это говорит о том, что даже суперклассная обработка вот в этом одном квадратике, это ничто по сравнению со всей остальной популяцией, которая находится, вот я нарисовал, мы супер сделали классную обработку в этом квадратике, но вокруг все может спокойно залететь. И плотность популяции у нас не уменьшилась, потому что по факту это там 10%, и численность тоже особо не уменьшилась. Потом есть понятие прирост популяции, рождаемость и смертность. Опять же, если у нас открытая теплица, то какие бы мы обработки ни делали, но если вокруг нее идет массовое размножение, спаривание, самки там встречаются с самцами и летят к вам уже на пир, на ресторан, чтобы там самец приглашает на помидорчики свою самку, то они залетают и размножаются. И сколько бы вы химии ни лили, чего бы вы ни делали, у вас не получится решение. Поэтому вот это нужно понять, что оказывается, это я сам недавно понял, большое спасибо организаторам за просьбу сделать, потому что я для себя это открыл, когда готовился. Хотя это банальная, простая вещь вроде бы, что оказывается есть популяция, когда мы поставили сетки, она все, вот моя, больше никто туда не летит, да, там пролезет 2-3 штучки, но это моя, я могу контролировать там плотность популяции, могу контролировать численность популяции, все мои действия, они становятся как-то регулируемыми. И показатели, они могут расти вверх и расти вниз, мы можем их контролировать. Дальше идет структура популяции. Это половое соотношение, мы в принципе тоже его можем регулировать. Это сколько у нас в популяции находится самцов и сколько самок. Ну, самцов может быть сколько угодно. Вот многие говорят, вот я повесил фермо, они начали лететь, пусть себе летят. Ну, что вам от этих самцов, что они сделают? Изнасилуют томаты, ничего они не сделают, полетают и все, и улетят. Ничего страшного. Главное, чтобы самки не летели. Самки на феромон не летят, это чисто мужская тема. Возрастное соотношение. Важно, чтобы тоже смотреть, какая у вас популяция, растущая, не растущая. Сейчас отдельно будет слайд интересный. Понимать у вас, допустим, зима. Вся популяция это куколки в земле и куколки на улице где-то, где они в прошлом году остались на зимовку. И ждем благоприятные солнечные дни, и у нас уже популяция начнет преобладать. Появятся имага, летающие бабочки, и они начнут откладывать яйца. Вот это тоже нужно смотреть, понимать. И зона обитания, где у нас в почве находятся куколки, в растении, в листье, в голове уже, или уже плоды они повреждают, стебли съели. Вот это тоже то, что открыл. Так. И структура популяции, вот это тоже очень интересно, когда готовился. Опять же, биология, какой-то экология, презентация какого-то ребенка, который готовился к школе, что есть развивающиеся популяции, есть стабильные популяции и вымирающие. И зависит это все от предпродуктивных особей, детей, грубо говоря, которые не могут размножаться, репродуктивных особей, которые активно размножаются, это взрослые там, и пенсионеры, пост-репродуктивные особи, которые уже размножаться не могут. И наша задача создавать у себя из любого вредителя, неважно, кто-то абсолюта, это трипс или белокрылка, популяцию, в которой будет вот этих яиц, личинок и куколок меньше. Вот если вы посмотрите диаграмму, в основном, когда мы работаем химией, в чем проблема химии? Какая бы ни была крутая обработка, у нас яйца не, ну как бы они защищены, они не питаются, они почти не дышат, их очень сложно убить, разве что там задушить какими-то липучими препаратами. Но, как правило, показывают яйца очень живучие. Мы можем личинку достать, но опять же не всю. Если это уже личинка третьего возраста или четвертого, она почти не питается, и залезть в мину, как-то намочить ее контактным препаратом очень сложно. Поэтому, как правило, она выживает, у нас только системники могут по личинке бить, и причем по той личинке, которая будет есть, будет через себя прогонять эту еду, и в какой-то момент летальная доза яда в ее теле накопится. А если она 2-3 раза грызнула листик, то она может не умереть, а только начать привыкать. Поэтому, сколько бы мы химией не делали, у нас яйца, остаются, и остаются куколки. Куколки вообще мега защищенные, там панцирь бешеный, оно в почве лежит, никакая химия его не убьет. Поэтому, какую бы химию не использовали, у нас всегда будет, в принципе, развивающая популяция. Если сетки не стоит, и каких-то механических преград не стоит, то у нас еще есть миграция оплодотворенных самок с улицы, от соседа, который сегодня сделал обработку, или завтра сделает. И тоже, все меры, они, получается, сводятся к нулю, потому что прилетело, сразу куча у нас тудовитостей. Что делать? Как мы можем сдерживать это? Против яиц используется трихограмма и косвенно тутовир. У него есть такая способность, что самки, которые заражены тутовиром, они откладывают яйца, в которых уже вирус. Само яйцо не умрет, но потом на стадии личинки от негативных факторов может погибнуть. Макроофус ест и яйца, и личинок, и даже с голодухи может взрослых особей есть, но не всегда. Так, можете задавать вопросы, походу, потому что как-то все затихли, у меня чувство там вообще тут на связи все. Пока нет. Ну и самое главное, сетки ставить на форточки, на двери, это сейчас дальше будет, для того, чтобы не было миграции, чтобы у вас была именно популяция, которую вы можете контролировать, потому что если у вас нет сеток, то значит вы не можете контролировать ситуацию. Вам надо контролировать тогда через райсовет выходить на депутатов, принимать программы, мы так об этом думали, кстати, и каким-то образом действовать уже глобально на весь регион или, по крайней мере, ваше село, сообща, дронами расселять хищников, делать там в один день, чтобы всех обработки, на улице какие-то обработки делать, тогда вы можете что-то сделать. Но это путь тоже в никуда, потому что мало того, что вы их у себя в теплице резистентными делаете, так вы на улице всех хищников убьете, потому что там куча полезных насекомых, патогенов, которые по-своему с ними сражаются. Поэтому проблему надо в теплицах решать. Так, Тут понятно по популяциям? Москитку лучше использовать. Конечно, сейчас, вот сейчас, дальше. Есть четыре способа решения по Тутте Абсолюте. Химический, который уже, ну, он очень важен. Химический метод это неплохо, это хорошо, химия, она должна быть. Просто химию использовать, Володя, вы будете освещать тему, как правило, делать мониторинг по Тутте Белокрылку, Трипсу. А как правильно делать мониторинг по Тутте Белокрылку и Трипсу. Ну, могу осветить. Давайте я сейчас пока чуть дальше, или я просто под конец дам слово, и мы это обсудим. Если мониторинг по Тутте, давайте я вкратце расскажу. Вы ставите феромон, если у вас проблемы нет с Туттой, тогда вы ставите просто один феромон на тепличку и время отмерить, смотрите, прилетел, не прилетел кто-то. Если никто не едет, слава богу. Если прилетел или недорог вы там нашли мины какие-то, то значит, что у вас проблема есть, ее надо срочно решать и бить во все возможные, без паники главное, но поэтапно делать все сразу решения для того, чтобы от нее защищаться, потому что по сути, Туттой в теплице, даже мина или яйцо, это пожар, его надо сразу же тушить, потому что если вы его не успели потушить, тогда надо вызывать уже пожарных, бронемашины, лестницы, там целое дело, сетки вот эти ставить, поэтому если это, грубо говоря, вопрос скаминги, то там смысл вам делать мониторинг, там уже и так все понятно, приплыли, там надо выстраивать просто профилактические меры защиты и действовать согласно их и смотреть уже помогают они или надо что-то усиливать, улучшать, потому что там беда, а если у вас хозяйство одно, собственно, это большой комбинат, который живет там в своей жизни, у него вокруг нет соседей, которые на него влияют, то там это вопрос организации труда, персонала, сколько обследователей, есть, нет тележки для осмотра, где смотреть, в какой период, там зависимость разная, поэтому надо уточнить, по белокрылке всегда, понял, хорошо, так, дальше, есть химический, который важно делать хотя бы раз или два в год, так называемая ликвидация, когда мы заканчиваем оборот и чистим теплицу от патогенов, вредителей, болезней, всего, делаем это один раз в два года, для того, чтобы химический метод в данном случае работал, надо в течение последующих, хотя бы несколько месяцев, чтобы у вас по минимуму была химия, и тогда у вас популяция будет молодая и подверженная химии, механический контроль, это целая, там, тема, сейчас будем ее раскрывать, тактический контроль, самый главный, и биологический, почему самый главный тактический контроль, потому что это наш мозг, мы думаем, анализируем, выстраиваем стратегии, и согласно этих стратегий, оно у нас или работает, или не работает, вот и все, потому что кто-то поставил сетки, и у него все сгнило, почему, потому что чуть-чуть не додумал, да, он побоялся туты, но при этом не подумал о вентиляции, а еще добавилась непонятная весна, что и не солнце, ничего, и холодное, и пошел кладоспориоз, бактериозы, серая гниль, батритис, и все остальное, нужно как бы делать, продумывать наперед, потому что сетки, они с одной стороны останавливают от вредителей, но с другой стороны нужно, чтобы специалисты помогли вам, просчитали, какое количество форточек нужно, какую дополнительную вентиляцию нужно поставить, чтобы при этом ваш микроклимат там не лег, и особенно в жарких регионах, по химии правильные стратегии, по вирусам, по всему, ну дальше. Наиболее эффективный препарат Татуты, эта рекомендация может быть буквально там, сейчас работает в промышленных теплицах, где используется биология, почему так скажу, потому что там химия работает у них, там работает карраген, работает Виримарк, работает трейсер, под корень по листу нет, потому что это будет убивать полезных насекомых. В принципе, чередуют проклейм, трейсер и из группы каррагенов, это или Виримарк, или Белт, или карраген. Вот, вот так их по кругу, но есть комбинаты, которые просто выстраивают стратегию без химии, и они ее используют только в начале, там в рассаде, когда летит совка, допустим, и нужно решать проблему не с Тутой, а с залетными там армиями совок. И в этом, это летний оборот цветокультура, когда стартует. Или ничего не делают, если это зимний запуск. Так, дальше. Поэтому против Туты эффективного химического препарата нет, она к нему привыкнет в течение полугода, особенно если это в каком-то тепличном поселении. Вот самое эффективное в Каменке, я буду говорить про Каменку, я там видел это все, мне это проще, это поставить сетки. Зачем нужны сетки, я только что рассказывал, для того, чтобы у вас была ваша личная популяция, и вы могли контролировать ее численность, контролировать ее соотношение полов, и соотношение всех вот этих параметров. важно поставить дворные двойные двери, опять же, для того, чтобы ее контролировать, и подобрать правильные сетки. Сейчас, на данный момент, есть огромадное количество этих сеток, китайцы там начали их массово шить, и это один из показателей того, что это действительно полезная вещь. Но есть качественные продукты, некачественные. Вот это я сделал пример, обычная линейка увеличенная, для того, чтобы было видно, и размер тут абсолютный, и размер трипса. трипс у нас один миллиметр, оно соответствует, и тут абсолютно в районе 8-6 миллиметров. Тут чуть-чуть я, наверное, сильно увеличил. Вот. Это реальная сетка, вот, которую мы видим в размере трипса. Это реальный трипс, реальная сетка, на примере линейки, вот, которую вы видите. Столько ячеек там. Компания Свенсен, они как раз тут Валентина присутствуют, они сейчас тоже расскажут, покажут в сравнении вот свою сетку. У них Эконет это на данный момент, ну, самый профессиональный и, ну, лучшее решение на рынке, которое есть, по трипсу, не говоря уже по туте, тут и не может здесь. И вентиляция этой сетки позволяет, ну, ничем не хуже вот таких китайских, даже лучше. У них есть и другие решения, я показываю, самое крутое по трипсу. Это сравнение с аналогами. Чем больше ячеек, тем больше воздуха. Преимущество за счет уникальной структуры именно полимера, или как оно, ну, это они расскажут, который позволяет, потом они шьют по-особенному, там нет 3D-эффекта. 3D-эффект это вот, мы сравнивали как раз, брали трипса, словили его на липе, она сейчас там активно бегали на цветках, положили мертвую туту, и трипс спокойно, как через двери, через эту мега триптиз бегал, короче, ничего оно не останавливает этого трипса, потому что волокна, которые на фотографии видно, они изогнуты, он найдет вот так, как бы говоря, и он через вот эти прогибы спокойно пролазит и ничего не останавливает. Туту, понятно, она остановит. Здесь видно, как Эконет трипса не пропускает. Сейчас они готовят новый продукт, так вот. Максим, можете включить Валентину и Нельсона? Потому что дальше уже... А сейчас сколько подключаем? они делали нам вебинар и мне понравилось очень, они подключали микроскоп и сразу же просчитывали, и оно наглядно понятно, почему эта сетка лучше, поэтому я не стал просить их полностью все делать, презентацию по сеткам. Сейчас, надеюсь, получится. пока они подключаются, дальше расскажу, что-то время. Как только мы сетки поставили, вы уже даже механически руками можете удалять листья. Здравствуйте. У меня видео не включается, здесь должен включить самое главное видимо, чтобы у нас добавились. Добрый вечер всем. Владимир, спасибо большое, очень интересно как раз тоже послушать все это, чтобы знать. Нельсона, сейчас, ну он уже, видимо, подключился. Тоже... Нельсона, can you unmute yourself? Yes. Yeah. Hello, Нельсона. Может, мне надо выключить презентацию? Мухтим. Да, да, выключает. Нельсона, can you share your screen? Yes. Добрый вечер. Я представлюсь, я оригинальный менеджер компании Свенсен. Свенсен занимается производителем экранов зашторивания, то есть это в основном большой промышленной профессиональной теплице, где более мелких также идут свои решения, но в основном мы занимаемся большими промышленными. И один просто из товаров, которые мы производим, это как раз Эконет. То есть это сетки, которые против насекомых. И мой коллега Нельсон, он как раз занимается разработками, проводит исследования со всеми сетками, то есть он консультант для Испании и Португалии. Испания и Португалии в основном ведут теплицы, которые пленочные, поэтому как раз там идет решение для жаркого климата. Эти сетки используются как боковые, как вентиляционные, поэтому он как раз больше всего разбирается в этом, поэтому просили его рассказать. Нельсон, если вы хотите, вы можете начать, я буду translate to. Okay, you see my screen? Yes, we can see your screen. Perfect. And when I switch here as well? Yes. Perfect. Okay, so thank you for the invitation. Valentina already I guess presented me. I heard Spain and Portugal somewhere. Yes. I will be presenting you today differences between a 10 by 20 net, normally so-called 50 mesh, versus the solutions of three nets from Svensson. So what I will be doing is measuring the yarns and the hole sizes in X and Y calculate that. Okay. To the left we have a 10 by 20 nets. And I will measure the yarn size. And I will measure the yarn size. The Y axis of the hole size. And the X. axis. Now I want you to check the two types of nets carefully because you can see that the yarns go from the higher part of the net to a lower part of the net in the same trajectory. So So the difference in sizes, because of that 3D effect, opens very much for the entrance of insects. Now, what we will do is introduce this data that I already measured in the calculator. In this case, we have yarn size of 0.200 in the 10 by 20. Okay. What he will do now? He will put in Excel-form the size, to calculate the ventilation, how many nits are in the space, which protects the water. Now he will put the size of the nits, the size of the nits. So, in this case in particular, the difference in the reduction of the air flow is 62% with this type of net. To, what I have now considered, it is that for the left side, the air is 62% of the air flow. So, what we need to do is that, the air flow from the air flow, it is possible, сам инженер. И вот то, что он сейчас занимается изучением, это как раз потоки воздуха, попадания в воздух, вентиляция. То есть он просчитывает, сколько необходимо воздуха для разных культур. То есть он как раз сетками высчитывает, сколько необходимо размер вентиляционных окон. То, что он сейчас посчитал, введя в нашей сетке размеры, то есть что вентиляция, уменьшение вентиляции по сравнению с когда нет вообще сетки на 48%. То есть 52% воздуха попадает внутрь теплицы, проходит через ячейки. Now, this net has 30 yarns by square centimeter. This net has 33 yarns by square centimeter. Левая сетка и при этом из-за того, что нити сами тоньше, вентиляция намного лучше. Now, I will erase the measurements as we already compared this one and I will exchange to the intermediate net from our company. This is Econet 1535. This is a net of 52 yarns by square centimeter. And we will calculate and see how much is the ventilation. Сейчас посчитают, сколько будет вентиляция. С левой сравнительно остается такая же. Она как раз почему-то очень популярна для использования для антинасекомых. хотя она не работает. So, in this case, we have a reduction of the void space of 57% and we have a void space of 43.20. We have 22 more protection yarns than the 10 by 30 and 5% more airflow. This net is designed for female thrips and everything above, including red spider mites. I will show you the end, the last net of the company. Now I will show the third and the last set with even less than size. этот размер 0,15 на 0,15 самихи чек So, in this case, we're having a reduction of 32.92%, sorry, a reduction of 67% of the porosity, and we're having a void space of 32.92, the difference between a 10 by 20 net is minus 5%, and we have protection of 34 more yarns than a 10 by 20 net. So, in this case, there's 67% of the porosity of ventilation, compared to when you don't have anything at all. При этом, это всего на 5%, что там 34 ячейки дополнительно стоит, по сравнению с тем, что мы сейчас сравним, 10 на 20, но потеря в вентиляции всего на 5%. This is an anti-thribnet, this is not. Правая, это анти-трипсовая защита, то есть трипс, да, вообще ни женские, ни мужские особи не пролазят. Валентина, you want something extra, a video or something, or is it okay? With this, I can finish? Может, есть вопросы какие-то у участников? Да, можете вопросы, и если хотите, можно показать в видео, как защита идет от трипса, то есть как он ползает по сетке. Так, ну, люди пишут, наиболее эффективные химпрепараты оттуда. Спасибо большое, Валентина, спасибо большое. Это вам показали лучшее, что есть на данный момент на рынке, поэтому специалист Нельсон занимается как раз разработками. Валентина, спасибо, что есть на данный момент на рынке. Валентина, спасибо, что есть на данный момент на рынке. Нельсон, спасибо большое, мы закончили сегодня. Хорошо, спасибо большое, пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Раньше можно было сжигать листья. Сейчас по закону запретили любой подпал, поэтому можно попасть сильно на деньги. Понятно, что кто-то будет рисковать, будет жечь. Нельзя допускать, чтобы у вас валялось вот такое, как тут, возле теплиц. Это просто ужас, но все будет к вам лететь. И то, что сейчас происходит, когда вывозят на свалку и соседи все, это тоже. Поэтому мои рекомендации, делайте компостные какие-то ямы или, по крайней мере, закупите большое количество плотных черных пакетов и вот эту растительность в них, чтобы оно на солнце прогрелось и потом его выбрасывать. Можно даже без пакетов, ну, чтобы они были многоразовые. Это как идея, мы сегодня обсуждали. В эти пакеты можно там пшикать какие-то метаризиумом или еще что-то. Неактивный чат. А что с чатом? Так, чат. Более активный препарат. Пишите в чат. Работает чат? Дальше. Очень эффективное средство это вешать ловушки электро. Когда вы повесили сетки, вы можете выбивать этими ловушками. Это тоже, в принципе, понятно. Дальше хотелось бы остановиться на феромонных ловушках. Есть зентенель. Рекомендация 3-5 штуки на 1000 метрах квадратных. Есть изонет. На данный момент уже завезен 80-100 штук на 1000 метрах квадратных проволочек. И тут агель. По таблеткам. Таблетки это, ну, феромоны. Это подделка самки. Это инструмент для того, чтобы отлавливать самцов и убивать. Вы их ложите или в водные ловушки или налипка. Изонет это дезориентатор. Здесь это, грубо говоря, как в квартире разбить флакон с духами. То никакие духи девушек не будут привлекать никаких самцов. Все разбегутся оттуда. Вот изонет это в одной проволочке 60 миллиграмм феромонов двух. В таблетке феромонов там около двух миллиграмм. В тутагеле 90 миллиграмм. По сути, вот этот тутагеле это достаточно сейчас, ну, доступное решение. Потому что изонет купить это там достаточно дороговато. Он стоит там в районе 120 евро. Упаковка 100 штук. Но она продается просто упаковками. Открытую я бы не советовал бы покупать. Взяли 100 штук, развесили. Тем более она вешается один раз на 3 месяца. 3-4 месяца. Поэтому вам, в принципе, наоборот этого изонета хватит. Одну пачку взяли, развесили. Пока нету массового лета тут и в теплице, то вы таким образом сделаете ее невидимым, по сути. Они обещают, что даже беседа к этому будет работать. Но это все фигня. Беседок, хотя бы какие-то надо преграды. Потому что то, что я видел в Каменке, там это в теплицах промышленных, беседок оно будет работать. Но не у вас. Когда ваша теплица через буквально метр соседняя и там трэш какой-то происходит. Как вешается изонета и вообще что это такое? Это проволочка. Это две трубки. Одна из которых заполнена феромоном, пропитана. В другой алюбиневой проволокой. За счет нее вы ее вешаете. Вешаете вы ее или через каждые 10 метров, или через каждые 12 метров. Можно использовать 100 проволочек, можно использовать 80 проволочек. Понятно, что 100 это когда серьезная проблема, 80 это когда уже там у вас второй, третий год. И вы видите, что в принципе ситуация нормальная. Мне мои знакомые агрономы утверждают, что данное решение очень эффективное. Оно реально помогло наглядно. Мы приезжаем, уезжаем. У нас там бегают макролопусы. Мы это все связываем с биологией, то что это хищники едят. Но люди, которые непосредственно защитники работают там, они говорят, Володя. Это из-за нет тема. Оно работает. Так. Вот тут о гелю. Важно понимать, сразу рассказывали, есть гель, который приманивает на запах. Там бабочки его едят, потом умирает. Это все фигня. Это гель просто. Там идет жидкий носитель феромона. И вы, по сути, выдавливая по одному миллилитру, это где-то сантиметр в диаметре, на клеевые ловушки или еще куда-то там. Ну, лучше использовать клеевую ловушку. Или черную, или желтую, или какие у вас есть. И развешивать. Так же самое идет 300 на гектар. Значит, 30 на тысячу метров квадратных таких. Тоже. Вот этот гель, он работает в районе двух месяцев. Так. Так. По феромонам 3-5 штук на тысячу метров квадратных. И данные таблетки работают 30-40 дней. Преимущество этих феромонов, что они равномерно дают тонкий аромат. Они подделывают самку. Потому что самки бешено не испаряют феромон. Они именно исполняют в определенной вот именно запахе, чистоте этого запаха. Поэтому феромоны, они самые дорогие в пересчете на действующее вещество. Но они работают, как ювелиры приманивать. То тутогель и изонет, они дезориентаторы. Их даже не обязательно там на ловушке, почему вот эти проволочки, их вешают. И у меня первый вопрос, думаю, как оно работает вообще? Тут ничто не убивает туту. Оно просто, они как слепнут. Потому что насекомые живут в мире запахов. Биологический контроль. Есть трихограмма ахея. Это продукт, который доступен для частных теплиц, которые работают на химии. Потому что вот эта маленькая оса, она не делает никакого жизненного цикла. Она не взаимодействует с вашими растениями. Она просто прокалывает яйцо. И она, по сути, как киллер. Вылетает с этой карточки, летит и убивает яйцо туты. Размножается. Развешивается она по растениям. Вешается, как видите на фотографии. Там есть по бокам маленькие отверстия. Они открываются в момент разлома. Сейчас я покажу. Вот такая карта она идет. Она запаяна. У нее здесь отверстий нет. Но когда мы ее будем разламывать, там появляются отверстия. Из них начинают выходить насекомые. Это как бы пробник. Точнее не пробник, а муляж. Дальше. Как развешивается там дальше. Идет в одной коробке 25 штук. В одной вот этой ячейке 2500 особей. И здесь два поколения туты-абсолюты, которые высвобождаются. Одно сразу. Ой, какой тут абсолют. Я уже заговорился. Трихограммы, которые есть тут абсолюты. Два поколения. Да. Вот я сейчас сказал. И все думают, а тут абсолюта. Оно выращивается на яйцах зерновой моли. И здесь никаких тут абсолюты быть не может. Оно безопасно. Кстати, вот показан момент, как разламывается карточка. И есть отверстие. Это на фотографии видно. 100 диспенсеров на 1 гектар. Следовательно, на 1000 м2 10 карточек нужно вешать. Работает 2 недели. Через 2 недели его надо повторять. Это как бы добавка, чтобы сдерживать яйца. Туты. Оно чисто только по яйцам работает. Развешивается по периферии теплицы через 5-10 метров. Если мы усиливаем концентрацию, то как на картинке. Чат почему-то не работает. Ого чат не працюет, перезайдите в вебинар. Мне перезайдите? Не вам. А тем, у кого он не працюет. У меня был вопрос по поводу того, что не работает все-таки чат. Уже решился, я так понимаю. Сейчас перезайду. Доброе. Все, извините. По использованию карточек идет концентрация в зависимости таблицы, есть теплицы, хищные клопы или нет хищных клопов. Если используются хищные клопы, то тогда от их популяции 100 карточек, 100 или 200. Грубо говоря, если у вас присутствуют, они бегают, они едят яйца. И там как бы эта трихограмма используется только в начальных этапах, когда плотность популяции того же макролов со хищного клопа еще маленькая. Они, грубо говоря, только-только размножаются. А когда их уже много, то мы, в принципе, можем трихограмму переставать выселять и спокойно отдыхать. И наслаждаться чистыми растениями. В Каменке я пробовал. Мы даже бесплатно возили этого макроловца. Он умер. Его убили соседи, потому что налетела отравленная белокрылка и отравилась. Вот. Поэтому пока не знаю. Можно пробовать. Были положительные эффекты. Сработало у мужчины. Он где-то на окраине жил и рядом с речкой Днепр, деревья. Короче, экосистема была. У него сработала нормально. И еще где-то был более-менее положительный результат. Все остальные объекты, там, макроловец умирал. Поэтому в промышленных теплицах это решение. В таких вот тепличных поселениях, где именно господствует химия, к сожалению, он не выживает. Его убивают. Так. Поэтому приходится вот думать варианты. Хорошо есть карточки и появился сейчас тут авир. В зависимости от цепи, непонятно. 400 карточек, 200 и 100 карточек на гектар, следовательно, на тысячу метров. Это 10 карточек. Ну, сотку, я не знаю, как это считать. Это нереально. Минимальная упаковка, это вот такая упаковка, ну, штука. Ее просто некогда разорвать. Если мы ее разломаем, они выбегут оттуда. Поэтому вот это только можем. И то, я не знаю, как его новые почты отправлять. Если будут кооперативы, как объединяться люди, то, может, что-то и придумаем. Так. Это сам макроловус, который ест. Есть еще низдекорис. Он ест не только вредители, но и растения. Поэтому мы рекомендуем только макроловуса использовать. Сейчас это номер один продукт, который на нем держится защита от туты. Он ест личинки, он ест яйца. Его выпускают, начиная с рассады, и потом еще делают 2-3 выпуска. И подкармливают кормом. На фотографии есть, вот, как он тут на искусственном корме. Это хищник третьего порядка, который, ну, если у вас теплица будет чистая, он будет искать способ, как улететь через форточку на улицу, попитаться чем-то другим. Потому что у них есть глаза, усы, и самки, мамы хотят, чтобы их дети не голодали. Поэтому мы его обманываем. Мы перед его выселением сыпем яйца ситотроги совсем чуть-чуть. Мы подделываем, как будто это тута наложила яйца. Выселяем его. Он видит, что это есть яйца, начинает откладывать яйца, питается, и дальше идет развитие хорошее. Если у вас есть теплица, и она застеклена уже сетками, в принципе, вы можете использовать макролофусы. При условии, чтобы вы не пролили антихрущ, ланат, нуралдэ со старта. Это надо с самого старта оборота планировать, что вы идете на биологию и пересматривать вот эти профилактические ядерные атаки ядовитые. Ну и самое главное, вот все просят препарата от туты, препарата от туты. Тутавир, он появился, появляется в Украине сейчас на этапе регистрации. Сейчас можем его тестировать. Кому интересно, может писать, заполнять это. Короче, связываться с нами, мы можем вам предоставлять его для тестирования. В прошлом году они выиграли первое место на конференции, поэтому тот был слайд. Он совместим с большинством агрохимикатов. Безопасен для украшающей среды человека. Он чисто бьет только по тути, он узкоспециализированный, и по картофельной моле. Его, в принципе, делают из картофельной моли. Скорее всего, это секрет и производство. Потому что где они возьмут столько гусениц туты, а выращивать на картофельной моле, я думаю, так технологию поставим. Это швейцарский препарат. Он не вызывает привыкания у вредителей. Ну, чуть-чуть, конечно, есть адаптация к вирусам, но они над этим работают. У них разные штампы этого вируса. Идеально для применения в теплицах, безопасен для человека полезных насекомых. Мы его совместим дальше. Вот написано, что он сделается на основе картофельной моли, гранулеза. Препарат жидкий. Стандартная дозировка на гектар 100-200 миллилитров. Вам, значит, надо 10 миллилитров. Вы можете купить эту одну баночку за 100, там, в пике, когда его разрывали, там цена доходила даже до 150 евро. Но сейчас все стабилизировалось в районе 120. И там, если это не НДС, там тоже можно обсуждать. 10 миллилитров на тысячу метров квадратных. Обработки нужно делать раз в семь дней. Три дня – это когда очень солнечно и очень высокий лед. Но этим препаратом надо работать со старта. Почему? Потому что гусеницы заражаются. Для того, чтобы заражаться, им надо проконтактировать и съесть частичку, хотя бы одну. Они очень мелкие, эти вирусы. И в основном, как оно работает? Мы видим, что полетело тут, а хотя бы одно повреждение или бабочку на феромоне увидели. Понимаем, что пошла откладка яиц. И планируем уже обработку лутавиром не 10 миллилитров, но 5 миллилитров на тысячу метров квадратных. Потому что это вирус. Он заражает. Это не препарат. Тут другая природа. Он плодится дальше, может. Обрабатываем. Важно, чтобы препарат попал и под лист, и на лист. Потому что гусеница, вылазя с яйца, может уже в этот момент частично проглотить. Проверка чата. Поставьте плюс, у кого работает чат. Ни у кого не работает чат. Ни у кого не работает. Ни у кого не работает чат. Все члены группы. Там будет в конце телефон. Мой и Андрея, доктор К, коллеги моего. У нас на этих телефонах вайберы есть. И вот эти все вопросы, которые невозможно задать сейчас в чат, к сожалению, их можно будет в вайберном задать. Если кому-то прям... Ну, уже, в принципе, я потихоньку заканчиваю время. Важно, чтобы препарат попал и под лист, и на лист. Когда из него рождается гусеница, ползая по вирусам, по частичкам, они налипают на нее. И потом, когда она залезет в лист, питаясь листом, она проглотит. Потому что она внутри выможет вот эту мину вирусами. Если даже гусеница не погибла от вируса, он остается в ней. И это называется... У него есть горизонтальная миграция, вертикальная. Грубо говоря, он может распространяться в популяции. Самка, если даже переболела, выжила, она откладывает яйца, в которых уже есть вирус. И любая неблагоприятная ситуация, высокая жара или... Спробуйте еще раз учат. Что-то пошло вроде. То получается тогда... Она откладывает яйца. И даже химические обработки работают лучше. Потому что они являются как раз этим катализатором, который запускает вирус. Те же препараты химические совместимые. Это принцип действия. Попадают в кишечник. Начинают уничтожать клетки кишечника. Ну и в итоге без кишечника гусеница погибает. И там она вообще в такой бульон превращается, который стекает. Здесь по градусам дня показано тут абсолютно, как развивается. И почему нужно использовать тутовир. Первые обработки при первом обнаружении вредителя. Обработка яйца и молодых гусениц обеспечивает покрытие зон питания. Зон обитания. Это все как говорил. Важно обработать растения из сверху. Про клемма тут и что думаете. Авермектиновая группа. На данный момент его применяют. Он работает на промышленных теплицах. К сожалению, он макролофуса где-то 25-50% снимает. Поэтому не сильно популярен. Там просто используют караген или веримарк или трейсер под корень. Потому что основное количество времени тут уконтролирует... Тут уконтролирует как раз... Сергей, спасибо. Сейчас в конце будет слайд или вам прямо сейчас надо написать телефон? Андрей, напиши в чат мой телефон и свой. А все в чате увидят телефоны, правильно? Так, все побачите. Да, напиши, пожалуйста. Вот. Важно обработать тутовиром. Солнечный... Чего он не любит? Он не любит ультрафиолета. Поэтому если активное солнце, то обработки надо будет делать раз в 5 дней. Но если бы гусеница его проглотила, то уже все. Солнце, не солнце, без разницы. Главное, чтобы она была. У нас был опыт. Мы когда закладывали в прошлом году на комбинате, у них неудачно они выбрали сорт. У них теплица 5 гектаров в одном, ну, большой кусок. И на 1 гектар им дали пробные томаты, и они плохо пошли. Там завершковались, вершинка пошла. И они в середине лета решили пересадить. И параллельно там была проблема с тутой, которую они худобедно решали. Они работали с другими людьми. А мы же с этим тутовиром к ним пришли. Говорит, у вас проблема, давайте протестируем. У вас классная площадка. Как раз жарко. Говорит, ну давайте. И взяли на 1 гектаре, вот это 5 гектар под одной крышей. Это как одна теплица. И мы в одном куске на молодых растениях начали делать этот тутовир и обработки. Мы сделали 3 обработки тутовиром. Потом еще четвертую. Она уже сама захотела. И она пролила в начале трейсер. После первой обработки тутовиром она пролила трейсер на все 5 гектар. И в итоге эффект получился крутой. На вот этом 1 гектаре вообще чисто все стояло. Когда во всех остальных площадях была куча мин. А потом потихоньку эффект начал распространяться и на 5 гектар. Я так понял, что вот этот вирус распространился на всю площадь. Хотя мы обрабатывали только 1 гектар. И они в конце оборота заканчивали зеленая площадь. Хотя ни макролофуса. Они ничего не делали. Там очень странный получился. Вот Андрей отправил и мой телефон и свой. У тебя же на этом Viber, да? Да. Андрей это сотрудник в Украине. Он занимается как раз украинским рынком. И по любым вопросам может ответить. Ну и я тоже. Вот он сидит в офисе у нас. Помогает. Группа поддержки. Так. Дальше. По ОПН. Ну понятно, что это вирус. И вирус боится серебра, фарма йода. Если вы делаете какие-то противовирусные препараты. То желательно их делать или там спустя 4-5 дней после обработки тутовиром. Или за 3-4 дня. Потому что медь он не любит, серебро не любит вообще металлы, которые могут абсорбироваться и поменять структуру капсида вируса. А это не сильно для него хорошо. PH в принципе 5-8-5 достаточно широкий ассортимент PH. Можно смешивать его с ядами, со всем. Но лучше работать чистым, потому что он и сам по себе работает. Но со старта. У нас его покупали и в Дагестан, и у Андрея. Андрея? Черного. В Молдову. В Молдову. Но там, когда мы его тестировали, там просто, во-первых, седок не было. И куча бабочки этой была. Ну, поздно. Мы уже поздно. Надо со старта внедрять. И это, опять же, если стоят сетки, эффект будет 100%. Если сеток нет, ну, заразили мы эту туту этим вирусом, ну, она умирает там благополучно, эти особи. Но при этом от соседей постоянно летят здоровые, вполне оптимистичные туты на веселе под их химией и откладывают яйца. Поэтому, как бы, все равно из яиц будет рождаться гусеница. Или тогда уже этой тутой надо работать, тутовиром, каждые 7 дней. Ну, проще посадить тогда перец или огурец. А запись будет? Просто я впервые в вашем чате, хочется пересмотреть. Да, будет. Так, по тутовиру мы тогда узнавали. Вообще, это по всем бакуловирусам. Если они высохли, то их уже дождь не смоет. Даже 30 миллиметров в час дождь, осадки, они не смывают. Там происходит какая-то абсорбация вот этих вирусных частиц со структурой листа, и они тогда уже не смываются водой. Но обязательно они должны наноситься влажной обработкой, потому что у нас мы сейчас в Китае там куда-то заказываем дроны огромные. Как раз вот этот дожди надо было обрабатывать кучу полей, техника заехать не могла. Если бы у нас был этот уже дрон огромный, то мы могли бы поля обрабатывать. А так пока нет. Это продукт для внесения энтомофагов в открытый грунт. Там выскоточные внесения удобрений, обработок, всего остального. И мы же говорим, можно этот вирус, он как раз маленький, классно обрабатывать. Я говорю, нет, опыты закладывали, он пока долетает, плохо потом собирается. Короче, эффект не тот. Он, получается, высыхает и, наверное, просто улетает в атмосферу с горячими воздухом и потопами. Он даже мог или где-то осыпаться. Ну, как бы физика движения вирусных частей я еще не изучал. Так, ну это понятно, он там мега-крутой, безопасный для человека, окружающей среды. Опыты. Да, просто слайды, Andermat Big Control. Чуть-чуть от меня мешает. Тестировали в Германии, и они делали замер по размеру мин. Есть большие мин и маленькие. И таким образом отслеживали эффективность препаратов. Был контрольный участок, был участок с нематодой, Штенернема-Фильтия, и с карагеном. Карагеном проще. Тотовир показал очень хороший результат. Видите, личинок крупных не ушли они. Понятно, что на момент заражения они росли. Как бы нужно было время, чтобы гусеница поболела и умерла. Поэтому она минут маленькую сделала. Но уже в большую не перешла. Это пример внедрения в Сицилии, Италия. 2017 год, Тотовир. Контрольный участок и внесения. 100 мл, 200 мл, 1 кг бетоксибацелина, бацилестрингиненсис и индексикарб. Самый классный эффект, видите, любители химии. В 2017 году индексикарб дал самый лучший результат. Не факт, что в 2000-м это подтвердится, но тогда это было так. Бетоксибацелин, кстати, себя хорошо показывает, его сравнивает. У них там проблема какая в Европе? У них есть два типа продукции, которые они могут производить. Или органическая, которой вообще не было даже в семенах химии. Или бестоксичная, в которой, в принципе, химия когда-то вначале была на этапе рассады, но когда оно попадает на прилавок, там уже не должно быть. И это проверяется, и это контролируется. Поэтому они вынуждены каким-то образом выкручиваться из этой ситуации. Сейчас активно развиваются нанометаллы, всякие вытяжки из растений, экстракты, и оно тоже работает. Ну и вот этот тутовир, в принципе, он оттуда. Поэтому 100 мл и 200 мл показали достаточно хороший результат. Были еще исследования более свежие, где-то 19-й год, у меня слайдов нет, делали 50 мл, тоже был хороший результат. Там как раз популяция именно заражалась и распространялась. Они не умирали, но в какой-то момент ее легко было сдерживать. это обработки защищенный грунт Италия, 18-й год. Это на малина дала. Источки с минами на один лист. А, это тоже самое получается, просто чуть другой график. Контрольный участок победил всех, а тутовир и бетоксибацелин показались на хорошем уровне. Поэтому берите на выражение, что можно работать бетоксибацелином и тутовиром. Сейчас даже создается препарат на основе двух сразу действующих веществ вместе. Вот сейчас Андермат смесь проверяет. Если раньше они проверяли по отдельности, сейчас они смотрят, потому что есть данные, что бактерии вместе с вирусом намного лучше взаимодействуют и друг другу помогают. Но сейчас это проверим, это будет в следующем году. Стратегии применения. Единичный инструмент можно просто как один использовать, тутовир. можно чередовать с другими действующими веществами, как биологическими, так и химическими. Он будет усиливать и те, и другие. Потому что, точнее, они будут его усиливать. Потому что вирус проявляет себя у ослабленного организма. Только чуть-чуть мы его ослабили, хоп, вирус взял, начал плодиться и подавлять. А так его иммунитет той же гусеницы может чуть-чуть сдерживать. Ну как, в принципе, и у нас, у людей с коронавирусом. У кого плохо со здоровьем, того косит. У кого все более-менее нормально. Болеют, выздоравливают, антитела справляются. И можно использовать в баковых смесях. У нас, как в Каменке, 100% карантинная зона. Поэтому выбор идет на химпрепараты. Но я не приветствую. У нас, как в Каменке, 100% карантинная зона. Что-то я не понял вопрос. Будем пробовать тутовир. У вас сетки есть? Просто... Да. Если у вас есть сетки, то вы можете пробовать не только тутовир. Вы можете на рассаду купить одну банку макролофуса и взять одну баночку корма. И создать для него романтическую обстановку и высадной банки за сколько там? За 250 или за сколько там? Самая маленькая концентрация. 250 особей в банке. И создав благоприятные условия, самка три яйца в день откладывает. Если все сделать, она расплодится и высадной банки можете защищать этот томат. У меня человек один выпросил. Мы приехали, гости мимо проезжали, выселили. Как раз видео есть. И прекрасно. Он довольно звонит и говорит, у меня никогда такого результата не было. Они выселили просто на рассаду, когда она кучно стояла близко. Это, наверное, где-то ему... Я не разбираюсь в этих процессах, в теплицах чуть промышленных по-другому. Но он сказал, что через месяц будет высаживать. Это мы были в середине декабря. И вот мы ему как раз на следующей неделе привезли этого макролофуса. Он выселил. Синие лампы, ловушки, макролофус летит на них. Да, летит. Поэтому... Ну, конечно... Взрослые летят. Личинки, у них крыльев нет. Они не летят. Поэтому в какой-то период, когда мы заселяем макролофуса, я прошу их выключить. На желтые ловушки тоже у нас, когда макролофуса на промышленных теплицах с LED-досвечением и боковые такие досветки, еще висят такие лампы натриевые, между рядов, чтобы это... То там макролофус очень себя хорошо чувствует. Он плодится там больше 50 штук на одном растении, и он начинает уже повреждать растение. Мы даже дополнительно ловушки вешали, отлавливали его, как мера борьбы. Но небольшое количество ловушек, ну, прилипнет там один-два. Это некритично. Основная масса все равно личинок, которые плодятся, размножаются. Его быстрее убьет какая-то химия. Поэтому по синим ловушкам... Но это самое эффективное средство для каменки. Сетки и синие ловушки — это вот прям то, что доктора прочитал. И потом изонетом еще завесить все. Или тут агелем. И вы, в принципе, закрылись, отбили всех летающих, и самцов, и самок. Потом повесили изонет, ослепили, чтобы они не могли встретиться просто и спариться. Чтобы у вас все самки, которые превращаются из куколок, чтобы они как были девственницами, так и остались. И они ничего не могут сделать. И все, и у вас на так... А потом, если вдруг там где-то прорвала сетка или что-то, вы можете туда химии... Ну, опять... Черные или синие ловушки? Черные или синие ловушки. Вообще тут абсолютно ночной вредитель. Она активна ночью. Поэтому если мы ее пугаем или еще, она всегда ищет более темное место. У нее отрицательный фототаксис. Ну, она летит в более темное. Поэтому, когда мы вешаем черные ловушки, их ни в коем случае не надо вешать вверху. Потому что весь смысл этой черной ловушки в том, что она создает типа это темно. Ну, типа это укрытие какое-то черное. Поэтому ее лучше повесить пониже, чтобы слетались. Желтые ловушки это от белокрылки. Это для трипса. Это для всех насекомых, которые летят там в цветочек попить нектар. Она должна быть похожа по цвету на цветок огурца. Вот это идеальный цвет желтой ловушки. Есть еще сейчас прозрачные ловушки. Есть сейчас еще вот нам рассказывали производители вот этого геля про рулонные ловушки, которые... А сколько будет еще длиться? Уже, наверное, заканчиваем. Потому что по дозировкам... По Тутевиру давайте, а то я отвлекся. Как выбрать дозировку? Низкая дозировка, высокая. Баковая смесь с инсектицидами можно делать низкую. Если пестициды уже не оказывают работы, тогда лучше использовать высокую. Численность вредителя. При низкой численности, если его очень мало, тут вы можете использовать и 50, и 100 миллилитров. Если вы видите, что проблема нарастает, идет массовая откладка яйца, нужно массово заразить. Так, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Какой, Сергей? А как препарат фитоверм работает? Не работали ли? Вот этот вопрос, фитоверм. Фитоверм, авермлептиновая группа, его используют, но... Ну, так как вертимеком работать. Лучше вместо фитоверма использовать проклейм, потому что это специально придуманный препарат против туты с ингентой, когда пошла по всему миру проблема, они взяли авермектиновую группу, привязали к ней бензольное кольцо, которое позволяет проникнуть хорошо в лист и создать капсулу яда. И гусеница, питаясь листом, она съедает этот проклейм. Вот. А фитоверм, он может не так проникать, и так как им все работают, но он доступный. Вообще эта группа работает по туте, но как проверять? Делайте обработку контрольную, смотрите потом живые, неживые личинки. Потому что нужно понять, ваша популяция к каким препаратам устойчивая. Если оно его снимает, тогда вы можете спокойно выстроить себе, прописать на листике окна обработок, это циклы по три обработки. Если это вопрос по химии или по этому... Любые обработки должны идти в три. Это как с антибиотиками. Потому что многие делают очень грубую ошибку. Они берут, смешивают много ядов и думают, что если они вот этими смесями обрабатывают, то резистентности не будет. Наоборот, резистентность у вредителей вырабатывается, когда у вас дети, внуки, взрослые, прадеды и прапрадеды контактировали с ядом. У них на генетическом уровне закрепляется резистентность. Для того, чтобы ее не было, у вас должно быть, допустим, одно поколение попробовало яд, сконтактировало, потом ихнее потомство и потомство этого потомства с этим ядом не контактировали. То таким образом не будет закрепляться на генетическом уровне резистентности. Мы зачем антибиотики пьем, когда вот семь дней, двенадцать дней нужно цикл пропить. Первый день плохо начинаем пить, второй день чуть-чуть попускать, третий день вообще хорошо, можно, в принципе, перестать. Доктора говорят, нужно обязательно выпить семь дней, потому что у вас все равно доза какая-то осталась, ну, патогена какое-то количество, и вы когда семь дней пьете, вы его доводите там до минимума, и дальше его иммунитет убивает. То же самое с ядами. Первую обработку сделали, вторую обработку через семь дней, третью обработку через семь дней одним и тем же препаратом. У вас за счет этого вы популяцию снижаете одним препаратом первый раз там на 60%, потом еще раз на 60%, и еще раз на 60%. В общей сложности, тут от 40 мы 60 отнимаем, это уже там получилось, ну пусть 20, 60-50, и та тоже 50, и там 10. Вы сделали тремя обработками одним препаратом девяносто процентную эффективность. Потом вы берете другой препарат и тоже делаете три обработки. И так чередуете. Поэтому сейчас комбинаты чередуют группами, вот такими окнами. Три обработки, авермитиновая, допустим, проклеим, потом три обработки, каррогеновая какая-то, или карроген, или веримарк, или эксирель, что-то, или белт, вот из этой группы. Они действуют на один и тот же процесс. И потом какой-то, допустим, трейсер, это спиносадовая группа из этих препаратов. Сейчас там трейсер, лейсер, спиносад, еще другие препараты. В Турции появились там, куча этих. И таким образом делать окна. Лучше их не смешивать, потому что вы делаете селекцию. Фитоверм это из авермитиновой группы, как проклеим. Ответила я на вопрос. Ну, я знаю, им постоянно работают. Я у кого не спрошу, все, ну, фитоверм, фитоверм. Сейчас не было проблемы с тут, не потому что там химия работала, потому что просто зима была непонятная, то тепло, то холодно. Потом весна, я помню, вышел мы с дочкой, на улицу выходили чуть не в футболках в начале марта, было очень жарко. Потом опять стало холодно. Это все негативно сказывается не только на полезных насекомых, но и на вредителях. Я думаю, большинство, большая часть тут умерла с голоду. Она проснулась массово, а есть толком нечего было, и погибла. Плюс из-за низкой температур. Она теплолюбивый вредитель. Поэтому, но сейчас все впереди. Как бы уже тепло, ей много не надо, чтобы мониторинг, своевременное выявление вредителей, правильная идентификация. Залог успеха, применение тутовира, хорошее покрытие, правильная дозировка и соблюдать интервал обработок. Или четыре дня, там, ну, три, семь дней, десять дней. Это если пасмурная погода, не было солнца, в принципе, десять дней. Плюс, если вы уже забелили теплицу, то тоже, там, семь дней. Почему? Потому что, ну, чтобы не было такого, что у вас поколение проскочило и не заразилось. Ну, и примеры защиты, как Андермат предлагали, использование тутовира, использование хеликовекса, это тоже вирус против хлопковой совки и энтомофагия. Этомофагия в каменке, это может быть трихограмма, как вариант. У кого сетки, кто может пересмотреть свое отношение к химии, отказаться от нее, убрать антихрущ, ланат, сильные препараты. ТПК можно, Пленум можно, большинство препаратов у нас есть в плакатах, где написано, какие можно, какие нет. Есть ресурсы на нашем сайте и на, можно, ну, смотреть. Вайбер есть, можете спрашивать, мы вам скажем, какие препараты можно, какие нет. Так, вот телефоны. Может, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Спасибо, что делитесь. Кто нам еще расскажет, если не вы? Спасибо. Пожалуйста, мы с радостью. А, кстати, тут не твой телефон, тут Рома телефон. Ну, вот еще Роман, телефон, это директор по Украине. Угу. Какие вопросы? Давайте пообсуждаем, потому что я, наверное, затянул вебинар. Все в лучших традициях моих. А, нет. 19 в начале. Здесь мы собирались. О, давайте опрос. Так, конец слайда. Вопрос. Вопросы и ответы. Ответы. Самый интересный шестой. Вот, вопрос. Какие из этих идей вам больше всего понравились? Можно выбирать несколько. Что было вам самое интересное? Да, что самым интересным. Насколько вот была полезная информация по популяциям, по москитным сеткам. Всем огромное спасибо, что остались до конца. Нас, честно скажу, немного. Я думал, как бы будет ажиотаж. И еще вопрос. Так, москитные сетки было интересно. Тут авир интересно. Тут агель. Максим, а как эти данные потом получить? Они где-то пишутся? В формате . Ну, они будут, да? Так. Так, Николай. Так, Николай. Чем снять взрослый особь тут абсолютно? Можно Николаю, чтобы он в звук был? Вылез на Николая на микрофон? Ну, да. Чтобы уточнить, какая у него проблема. Ну, если он хочет. Может, ему неудобно там. Взрослый особь снимается, ну, я к тому, что если понять, можно электроловушками ее завесить. Это очень эффективно. Даже можно обычной тазики ставить. Лампочка света. И чтоб она максимально близко была с водой. И туда добавить или масло, или еще что-то. И оно будет слетаться. А в ликвидацию, когда уже ничего не помогает, то люди используют препараты аэрозоли. Но, допустим, тот же ДДВФ. Вонючий. Ну, как я это писал. Дихлофоз. У него преимущество в теплицах, почему его используют, он через буквально неделю-две идет, можно выпускать уже насекомых. А такие препараты, как коктейлик, нуралдэ, ланат, там, полгода срок ожидания. Оно попадает и в растение, и в конструктив. Все. И потом насекомые не работают. А в принципе, большинство насекомых, ну, как бы, все сейчас комбинаты, они насекомыми защищаются. Так, спасибо большое за опрос. И еще я хотел... Как вы оцените свою осведомленность? Повторно задать вопрос. Вот после вебинара, насколько вам стало понятнее, как с ней бороться? Или, ну, не сильно стало понятно? Изменилось у вас? Только честно пишите тут... По химии я просто не сильно готовился, я не хочу давать рекомендации, потому что они могут быть неэффективными. Вы пойдете потратите деньги, купите химию. А реально сейчас купить нормальную химию очень сложно. Очень много на рынке подделки и некачественного. Плюс есть фактор резистентности. Те дозировки, когда вот в чатах там Оградвиж, кажется, писали, что я развожу... Ну, женщина писала. Говорит, что вы тут пишете? Разводишь ТПК до состояния сметаны, обрабатываешь, и все идеально работает. И я сижу такой, думаю, это же сколько денег надо на ТПК, чтобы до состояния сметаны развести? И на энтомофагах денег у них нет. Ну, там просто вначале, когда надо строить эту экосистему, надо потратить какие-то деньги. Визуально кажется, что проблемы нет. А потом, когда проблема нарастает, люди уже как бы как своих детей пытаются спасти эти помидоры, которые там чахнут, и бегают в магазин чуть ли не каждые 4 дня, покупать эту химию. И они перестают считать деньги. Там по 400, по 500, по 1000 гривен вы выносите туда эти 12-15 тысяч гривен, которые нужны для того, чтобы по-человечески все это сделать. Ну, сетки поставить. Вы же их ставите там на 10 лет. Главное только правильно их поставить, просчитать, найти специалистов, чтобы у вас оно не гнило потом. Так, ну, судя по ответам, как бы осведомлялось, улучшилось. Если раньше было больше там все подряд, и 1, и 2, и 3. Все. Спасибо большое. Чем снять? Какие еще есть, может, вопросы? По каким вредителям вот что-то подобное сделать? может, интересно, не интересно. Так, и еще хотел отдельно показать наш сайт. «Белозащита». Вот, заходите на наш сайт, зарегистрируйтесь на нем. А, это ж не видно. Сейчас надо включить. регистратор. Вот. Мы сейчас работаем над сайтом, уже его запустили, поэтому большая просьба зайти на биогруппнет, поставить звездочку и следить за последними данными, которые есть. Потому что у нас есть и препараты, мы здесь описываем, и тетавиры, все оно будет описано, плюс другие продукты, которые я не освещал. у нас в команде 10 технологов, мы работаем, общаемся с агрономами, пишем статьи, проводим вебинары, обучение, мы как бы будете смотреть и в курсе последних событий. Это Украина, это центр Днепропетровск, мы рядом, у нас есть новая почта, которая в любой угол страны может доставить продукцию. Поэтому было бы желание. У нас мы развиваемся, мы как бы нацелены на один сегмент рынка, руководитель. Но мы с радостью поможем, если будет именно желание. Все, спасибо большое всем. В чате там еще одно питание, если у вас есть только холм. Да, там у меня есть. Анастасия. Так, Анастасия. Валеросада высаживается в августе. В этом же месяце мы выселяем макроловцы. Две штуки на два. А через неделю через какое время ожидать рост популяции? Рассада высаживается в августе. А вы рассаду высаживаете уже и потом только выселяете макроловцы? Или... Или... Да, спасибо. Так, Анастасия, вывод... А можно Анастасию тоже включить, чтобы поговорить? Нажмите внизу в уголку включить звук. В левом. Добрый вечер. Можно меня? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия. Мне просто непонятно. Вы рассаживаете макроловцы сам еще рассаду? Сначала высаживаем рассаду на постоянное место на матриц. и через неделю где-то высаживаем сначала макроофиса два штуки на метр квадратный, и еще через неделю вторая поставка приходит еще два штуки, две штуки на метр квадратный. Просто так немного удобней ходи вам. И через какое время происходит рост популяции? Как мне понять, что он прижился и он работает? Смотрите, когда вам приезжает товар, вам главное проверить его жизнеспособность, и они там максимально живые. Потом вы перед тем, как выселять, рассыпаете корм на растения, и ставите макроофса желательно ночью, для того, чтобы он никуда не улетел с горячим воздухом, потому что это август, это лето, и у вас бешеные воздушные потоки из теплицы. И если вы его выпустите днем или вечером, то, скорее всего, он улетит на улицу. На этот период мы рекомендуем делать маленькие такие укрытия балаганы из вот этого агроволоклана или спандекса, чтобы сделать ему маленький инкубатор. Насыпать в форму, укрыть это все дело, и потом только выпускать туда макроофса, и уже чтобы он проснулся с рассветом солнца, и в день вошел, не было стресса, чтобы у него уже еда появилась. Потом вы аккуратно убираете этот спандекс, ну, чтобы рассада не задохнулась. И он там уже будет сидеть. Потому что вот момент выхода из банки – это стресс. И он, как насекомое, которое в любой непонятной ситуации вверх, оно улетает вверх. И будет… Я извиняюсь. Да-да, ничего. Я думаю, такая же ждет меня, наверное, сейчас смотрит. – Хорошо. Макроофса выселили. Прежде временно мы выселяем еду, и потом наблюдаем. Наблюдаем в течение какого времени? И на что обращать внимание? Мы должны наблюдать, потому что если вы увидите, что вы выселили, и буквально через 2-3 дня у вас на стволах ничего мертвого, то это, скорее всего, говорит о том, что негативный фон химический. Если вы видите, что они бегают… Ну, они там должны жить, они откладывают яйца. Понятно, что вы выпускаете достаточно хорошую дозировку, 2 штуки на метр квадратный, поэтому вы должны видеть, как они там живут. И в августе уже через дней… Ну, у меня в Каменке, когда был опыт, я приехал, выселил макроофса и приехал через 2 недели. Я приехал, смотрю на ловушку, и я нашел уже на тот момент рождение маленького макроофса. Маленькие-маленькие такие, зелененькие, даже желтенькие. Я их нашел уже через 2 недели, потому что свежак приезжал. От лаборатории до Каменки, тут оно сутки ехало. А уже потом, именно вы смотрите по линьке, вы переворачиваете лист и видите, ага, шкурки. Если вы видите разностадийные шкурки, что макроофу слинял, как от тли, но только у тли они отличаются. Макроофус, он когда вылазит, он разрывает вот так. И она вот остается… Прорыв, оно разорвано. И по этим шкуркам вы можете видеть на первых этапах, что он развивается. А потом легко, вы просто переворачиваете листья и везде должны бегать эти клопы маленькие, бескрылые. Ну как бы не везде, а там… В идеале макроофус начинает успешно контролировать вредители, когда на одном растении 15 клопов. И я обычно рекомендую, особенно лето, первое выселение делать на рассаду, когда она очень кучно стоит, потому что это хищник третьего порядка, ему надо большая биомасса растений. Вот это, когда мы в теплицу уже вынесли рассаду и там стоит вот это непонятное полуживое растение, которому очень жарко и он борется за жизнь, потому что вокруг Сахара ничего нет, то макроофус этой экосистемы не сильно нравится. Ему намного комфортнее будет на маленькой рассаде, но которая дружно стоит близко, которая еще потом в рассадном будет стоять и вы можете его там подкармливать. А тут слишком много и уже в промышленной теплице, где стоит рассада, мы сюда добавляем сразу световые ловушки, электроловушки, вот это все вешаем и он в поисках более как бы интересной экосистемы может там тоже погибать. А в рассадном отделении там меньше концентрацию, может допустим 0,5 особей из расчета, ну куда у вас идет там допустим на гектар норма, вы берете из вот этих двух штук, чтобы вам 0,5 привезли и именно на рассаду, потому что она будет занимать один гектар на скольки там растет, на тысячи метрах или даже на 100 метрах квадратных рассада будет стоять. Потом продолжаем их прикармливать кормом макролофуса, если нет вредителя. И когда она начинает то же самое воспроизводиться в массовом, не знаю как правильно сказать. Макролофуса кормим, его кормят 8 недель по рекомендациям европейцев, но сейчас на святокультуре практика показала, что мы его вообще постоянно кормим. И ничего в этом страшного нет, потому что очень сильный вынос листа идет, там растения прут, что бешеные идут. Ну если огурец за неделю вырастает на метр, а томат он вырастает, я не помню, забыл. Ну меня впечатлил огурец. Но все равно в определенной пике на растениях остается 13 листьев. И макролофус не успевает заканчивать цикл, надо лист обязательно бросать вниз. К этому моменту тута должна быть под контролем. Потому что если мы начнем бросать лист с минами, будет вспышка. А мы добиваемся этого. Поэтому мы стремительно с маленькой рассадой растачиваем макролофуса, его становится много, и он уже нормально в этот момент есть. И когда бросается лист, мы специально сыпем корм как можно выше, чтобы самки как можно выше отходили яйца. И чтобы личинки успевали рождаться на растениях. Потому что если корм не сыпать наверху, то они будут откладывать яйца в среднем и в нижнем ярусе, где попрохладнее. Потому что сверху там очень жарко. И от лампы, и от солнца августовского. Ну и в этот период все равно иногда может налетать совка активно, приходится ее травить. Потом без билета пляжу. Когда прилетает этот десант, она может лететь 60 км в час, пролетая и откладывать до 2000 яиц. Одна совка прилетела, наложила там. Ее надо срочно чем-то снимать, тем же каррагеном. Большой плюс то, что эта совка, она не резистентная как тут, а ее в принципе убивает тот же карраген. Вы начали рассказывать по поводу механического удаления листьев в мусорные пакеты. Это тоже получается с среднего яруса и с нижнего яруса собираются все? Или, например, с нижнего яруса, где томаты уже спелые и нет смысла собирать? Или все-таки собирать их? На первых этапах, ну, вообще надо собирать эти листья, но в определенный момент уже там куча других агротехнических дел надо делать. Но именно старт, когда у нас только начинается культура, особенно это если зимой, когда все достаточно медленно, то мы можем контролировать чисто механически, даже не отрывать листья, а просто давить эти мины, продавливать. Потому что я когда работал, ну, этот доклад больше для частного рынка, у меня были опыты, я к одному человеку приехал, у него роза, он ее собирался выкорчевать, потому что летом выжрала, просто клещ выедал. Я ему рассказал за фитосервис, как его можно хранить в банках в трехлитровых, что вот вы видите, у вас куча фитосервисов. Возьмите, положите в обычную трехлитровую банку бумагу, обверните, ну, чтобы не было конденсата, и поднаприте туда листья, где много фитосервисов, и отнесите в обычный погреб, завяжите марливой, хорошо там, не сказать. Идеально купил одну банку, и целый год с этой банкой спокойно защищал свою розу и счастливый год. Потому что он, как бы, пользовался этим хищником. То же самое, вот это в маленьких теплицах, тут у людей есть десять соток, двадцать соток. Они реально, если поставить сетки, повесят из-за нет, просто банально будут руками там придавливать эту ту, то это уже будет достаточно эффективно. Просто, ну, нужно понять, что нужно бороться со своей популяцией, а не с популяцией всего вот этого проблемной экосистемы улицы. И еще один вопрос. У нас сейчас заканчивается сезон, и есть некоторые томаты механически поврежденные, и сок самого томата на поверхности, и макроофус собирается там в большом количестве. Либо пораженные стервы, разломанные, тоже макроофус там концентрируется. Это из-за чего? Ему не хватает пищи или ему не хватает воды? Что он там делает? Ну, все насекомые, они живут в мире засухи. Они очень боятся, ну, как бы не все есть, которые в воде живут, но если мы возьмем вот кружку, допустим, в ней вода, вот я налил, и она не испарилась еще. Вот там внутри вода она не испарилась. Но если бы я эту кружку разлил вот там на полу, то она бы уже высохла. Это говорит о том, какая поверхность испарения. У насекомых за счет их него маленького размера очень высокая поверхность испарения. И чем выше температура, тем больше надо пить воды, влаги. И зачастую вот эти, ну, то, что у нас есть сахаристые выделения у тли, у белокрылки, вот этих насекомых. Они очень много пьют сока ради воды. Но они избавляются от еды в виде сахара, потому что, ну, это ж еда. Потому что оно лишнее. У них даже специальные органы есть, избавляться от ненужной еды. Потому что, ну, столько сахара не нужно им. А вода нужна, потому что они высохнут, если не будут пить. Я думаю, сейчас макроофус просто пьет сок. И там, где вершинка и гнили, ему там легче прокусить поверхность и там попить. Плюс, ну, бактерии, они высокобелковые. Это может быть как альтернативная пища. Поэтому, на самом деле, я когда вот читал статьи, заходил в эти все, то так грустно, потому что у людей там опыты. Мы взяли 10 растений, обработали одни одной химией, другие другой. Это научные статьи, книги. Поэтому реально каких-то исследований по макроофусу, почему он есть гниль, нет ученых, которые это анализировали. Я не сталкивался. Везде, везде, везде практика. Ну, вот моя мысль такая, но это мои предположения. Это я не читал где-то. Просто, скорее всего, они хотят пить. Спасибо большое. Да. Все. Может, еще вопросы? Да, сначала рассада, потом на коробку. Так, спасибо большое. Надеюсь, интересно. Что, Максим, будем заканчивать? Так, заканчиваем. Я думаю, уже Дмитро Кравцовный будет до нас выходить. Так, так. Я сейчас всех видаю. Прошу. Да, да, да. Слышно ли меня? Да. Хотел бы поблагодарить всех, кто остался до конца. Я думаю, что вы сегодня вынесли много всего интересного для себя. В частности, узнали, если не знали еще про сетки, что необходимо изолировать свою теплицу. В первую очередь, те пути, по которым проникают вредители. Второе, узнали про энтомофагов, которые могут поражать вредителей. Ну, непосредственно тут абсолютно. Также про вирус вы узнали. Поэтому очень надеюсь, что эта информация была для вас полезной. В любом случае, те, кто не успели посмотреть, смогут посмотреть полностью всю лекцию на YouTube. Владимир, вам большое спасибо, что уделили время, что подготовились, пригласили коллег, которые также интересно рассказали про защитную сетку. Если у вас будет еще интересный материал, будем рады видеть на наших вебинарах. Спасибо большое. Да, хорошо, спасибо. Всем пока, всем хорошего выражая и не болеть. Всем здоровья. До свидания. До свидания.